Что могу за эти 8 лет нашей с вами совместной работы сказать? Ну, изначально, еще тогда, когда и здесь работал 8 лет примаром города Чедерлунги, у меня был определенный подход к работникам культуры. Я не стремился командовать культурой, я стремился создавать условия для культуры, потому что я не профессионал в области культуры. Моя задача как администратора создавать условия, решать вопросы с финансированием, решать вопросы с костюмами, с материально-техническим обеспечением, с созданием соответствующих условий для профессионального образования, повышения квалификации и многое-многое другое. Вот этот подход мы реализовывали на протяжении 8 лет. И когда выступил директор Дома культуры Кангаза, я понял, что мы эту задачу, по сути, выполнили. Да, много еще предстоит делать, но человек выступает и говорит, вот это неправильно, это неправильно, это неправильно, и я с ним согласен. Надо дать возможность директору Дома культуры иметь свой баланс и быть самостоятельным. Мы с чего начинали? Жаловались все педагоги. Забирают деньги с моей школы, примария, пускают туда. Мы убрали все лицеи на самостоятельный баланс. Вот вам ваши деньги, вы хозяева своих денег, руководите своими коллективами, распоряжайтесь. Задача стоит детские сады. Детские сады тоже будут самостоятельные. Дома культуры, конечно, не можешь ты взять Дом культуры села Джалтай, где два человека в штабе работают, и сделать их самостоятельной единицей. Вот вам ваши деньги на вашу заработную плату и распоряжайтесь ими как хотите. Потому что они должны у Валтера счет открывать и так далее. Но в таких случаях объединение должно 5-6 их централизовать. Но если ты в селе Джалтай заработал 17 тысяч леи, то все 17 тысяч леи остаются у тебя там в селе Джалтай. Я разбирался по Кангазу и приглашал и примара, и говорил с вашими примарами, и с вашими советниками. Говорил, это неправильно, когда в управлении культуры те ресурсы, которые направлены на культуру, местные органы власти забирают и пускают их на совершенно другие цели. Это неправильно. Вместе с тем вы поднимали вопрос, вот подняли по Дюзаве. Мы поставили перед собой такую амбициозную задачу, чтобы в Гагаузии был свой ансамбль песней и танцев. Вот есть там Александрова, есть Лаутара, есть там Жок. Вот такую задачу я поставил перед управлением культуры. Разработали программу. В моем видении этот орган Гагауз-концерт, он своего рода как Молдова-кончерт, вот дают концерты по всему миру. И я планировал, что там должен быть двухэтажный такой хороший неоплан, человек на 45-50, чтобы можно было в любой момент иметь профессиональные коллективы и песни, и танцы, выезжать на гастроли. К сожалению, в силу того, что политика вмешивалась в культуру и стремилась командовать культурой, не создавать условия, а стремилась командовать. Мы взяли, передали решение Народного собрания. И Дом культуры Камрата забрали, отдали городским властям. И Дюзову забрали, отдали городским властям. Дюзове грех жаловаться, полтора миллиона лей вы получаете в год. Но на эти полтора миллиона лей вы можете поехать и концерты, и гастроли по всему миру. Ну, никто вам не мешает на эти полтора миллиона лей распоряжаться этими деньгами. Поэтому эти вопросы Дюзова должна задавать все же таки местным органам власти в Камрате. Но испохабили саму идею ГГУ с концерта. А эта идея, хотите вы того или не хотите, но она будет, эта идея, реализована. Мне не удалось до конца эту идею реализовать. Кто-то придет следующий, все должны понять, что каждый из вас, сидящий здесь, вносил свой вклад, частичку своей души, труда, таланта, усилий, энергии, здоровья в то, чтобы Гагаузия была известна. Вы вкладывали в области культуры, другой вкладывал в области образования, третий в области экономики, четвертый в административном, пятый в политическом плане. Но каждый здесь, в Гагаузии, вкладывал частичку своего труда, чтобы Гагаузия была известна. Теперь, когда Гагаузия известна всему миру и интересно, настало время, когда вы можете достичь хорошего уровня оплаты труда, обеспечения материал-технической базы. Каким образом? А вот именно за счет этого Гагауз-концерта, за счет концентрации усилий в одном мощном коллективе, если мне сегодня приходят и говорят, дайте вашу группу, танцоры, песенники, фольклор, все дайте, мне надо, чтобы был мощный коллектив, и в Анталии с мая месяца до конца сентября мы готовы обеспечить вас гастролями и оплатой вашего труда. Что в этом плохого-то? Наоборот, очень хорошо. Если с мая по октябрь Управление культуры составляет план, вот половина артистов, которые могут сейчас поехать, половина потом может поехать, они друг друга могут менять, есть самолет, ничего страшного в этом нет. Но эта группа на гастролях зарабатывает ресурсы, зарабатывает на Гагауз-концерте, к примеру, мое видение было такое, что надо половину денег пустить на костюмы, на аппаратуру, на материально-техническое обеспечение, содержание автобуса и так далее, но половина должна однозначно идти на оплату труда артистам. Уверяю вас, можно было бы зарабатывать по 1000 долларов в месяц на каждого участника этого коллектива. Вот такая задумка у меня была, но вмешалась политика. Все хотят командовать культурой. Да не надо командовать культурой, для культуры создайте условия. Валентина Рафаэлна выступает. Я очень хорошо помню, мы когда здесь работали, я еще заместительный примар работал, когда мы дом книги сдали в эксплуатацию, как меняли отопление и все остальное. Сохранили, создали условия. Теперь эти условия работают не только на городскую библиотеку, районную библиотеку, они работают уже на всю галлюзию. Потому что центр новотека реализует эти проекты, проект новотека реализует по населенным пунктам 15. И знаете, с чем сталкиваемся? Сталкиваемся с тем, что примар должен обеспечить подачу тепла библиотеку. И он говорит, свободно, нет у меня денег, идите к Башкану. Вот так. Но ты же примар своего населенного пункта. Эти же услуги не Башкан будет получать, эти услуги будут жители твоего населенного пункта получать, в котором ты живешь, руководишь этим населенным пунктом. Создай условия. Новотека что говорит? Мы дадим вам компьютер, мы дадим вам условия, создадим. Но обеспечьте тепло, чтобы это все функционировало, и чтобы человек, который работает в культуре, должен иметь нормальные условия для работы. Так или не так, Валентина Рафаевна? Мы стали интересным миром. Все хотят знать, что же это такое. Весь мир говорит о ГГУЗах, особенно после того, как мы прогремели с референдумом. Весь мир интересуется. Сегодня, посмотрите, избирательная кампания, и Россия гудит, и Европа гудит, и послы приезжают. Все интересуются ГГУЗе. 160 тысяч человек. Мы интересны. Вот этот интерес надо реализовать посредством конкретных проектов. Без того, чтобы политики или кто-то стремился руководить культурой. Для культуры надо создавать условия. Вот это коротко, что я хотел сказать. Конечно, многое было сделано, и еще больше предстоит сделать. Каждому из вас я благодарен за то, что вы работали, вкладывали свой труд, прославляли нашу автономию далеко за ее пределами. Если сравнить, каждый из вас скульпулезно сядет и посчитает. Самый первый фестиваль ГГУЗской песни, который мы, Василий Георгиевич, проводили здесь, в Чедерлунге, еле-еле наскребли песни на ГГУЗском языке. Сегодня вы можете провести фестиваль три дня, и три дня будут звучать песни на ГГУЗском языке непрерывно, и все разные. Так или не так? Шаг сделали? Сделали. Дай Бог, чтобы следующая команда, которая придет, сделала два шага вперед. И вот это будет правильно. Почему мы вот это все опубликуем? А для того, чтобы потом через энное количество времени сравнить. Если исполком каждый год выделял 60 тысяч, 40 тысяч, 70 тысяч, в прошлом году 110 тысяч на приобретение костюмов. Теперь посмотрим, эта динамика, вот мы в 2014 выделили 110, по-моему, да, Василий Георгиевич? Мы выделили 110. Теперь все четыре года следующая команда, будьте добры, мы начинали с 40 тысяч, дошли до 110. А теперь вы начинаете с 110 и завершаете 200 тысяч каждый год на костюмы для творческих коллективов. Нормально? Нормально. Мы начинали там 600 тысяч на дома культуры, дошли максимально, по-моему, в 2013 году 7 миллионов, да, на дома культуры. Вот так поступательно идет, 3-4 миллиона на капитальное вложение. Надо двигаться дальше. Конечно, хочется, чтобы все дома культуры отармливались, но вы понимаете, что этого уже не будет. Значит, надо перестраивать работу. Крупные, населенные пункты, дома культуры должны быть самостоятельны, со своим балансом, со своими счетами, через казначейство, оторванные от местных органов власти, которые, по сути, грабят культуру своего родного населенного пункта. Дом культуры в состоянии заработать в городе деньги. Он в состоянии. Проведение мероприятий, пусть даже недорогие билеты, но это реально. За каждый год, если мне память не изменяет, первый год было 236 тысяч, а в среднем 200-210 тысяч лей оплатных услуг мы получаем от культуры. Так или не так, Василий Иванович? Конечно, это маленькая сумма денег. Я сторонник того, чтобы дать больше, максимум условий, с тем, чтобы вы сами зарабатывали. Те же библиотеки. Мы говорим уже о том, что должна быть электронная библиотека, скажем, сервер мощный, и с населенного пункта дети могут, находясь у себя дома, иметь пароль доступа к этому серверу, ну пусть заплатят 2 лея, или 3 лея в месяц членский взнос. Но он будет иметь возможность скачивать оттуда то, что ему необходимо, готовиться к занятиям, сидя у себя дома. Ну, 21 век. Это надо делать? Надо делать. Это условия? Условия. Кто в этом заинтересован? Все стрелки ведут к башкам. Ну, подожди ты, есть еще местные органы власти. Чего обижаться работнику культуры на то, что примар его не слышит, примар его не понимает, так вы его сами выбирали. Более строго подходите к этому, более ответственно, посмотрите на его потенциал. Выдвигайте нормальных людей в Совет. Сейчас будут выборы местных органов власти. Там должны быть работники культуры в Совете, чтобы отстаивать интересы культуры. Можно ли... Понимаете, все вот старое мышление. Башкам должен приказать, достать шашку, врубать голову, все. Кончилось это время? Нет этого времени. В 21 веке другие механизмы работают. Создай условия, обеспечь материально-техническую базу и, пожалуйста, пусть выполняет. Кто хорошо работает, Кангаз будет процветать. Другой будет банкротом. Но это такая ситуация сегодня. Хочешь быть сильным, ты должен быть конкурентоспособным. Если мы хотим быть сильными, сохраниться как народ, мы должны все самое лучшее, самое сильное, самое передовое внедрять у себя. И так мы сохранимся. По-другому мы не сохранимся. Надо двигаться дальше. Инициативных, поощрять, дать им больше возможностей. А те, которые пассивные, ну, что делать? Появятся на их месте другие звездочки появятся. Одну-две песни пел Петр Питкович. А сейчас Петр Питкович десятки песен поет и по всему миру. Михаил Константинов начинал с маленькой мизансцены в этом, на площади. А результат, который достиг, лучшая мужская роль на международном фестивале, там он получает гран-при, признание. Ну, кто-то с чего-то, каждый с чего-то начинает. С маленького начинает, но может достичь большого. Вы проанализируете, сколько в фестивале международных, где вы выступали, ездили, показывали богатство культуры гагаузского народа. Это же замечательно. Вот по этому пути надо идти дальше. Не конфликтовать, не скандалить, не обвинять друг друга, а предлагать, реализовывать и добиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok